Добрый день, месье! Меня зовут Юрий. Мы с тобой продолжаем играть в Dark Descent Amnesia. В прошлый раз мы с тобой добрались в комнату под названием Редкие книги. Я не знаю, что это такое, какой-то витраж, какая-то, какая-то, какая-то подсветка, непонятно, что это такое. Я бы сказал, что это какой-то инопланетный кристалл, либо какая-то непонятная жидкость, которая кристаллизировалась. Но я не могу ничего подтверждать. Мы в комнате Редкие книги, где никаких книг мы, к сожалению, не нашли. Вот они, Редкие книги. Лебри-ра-ры! Такое латинское название. А-а-а! Так. А, блядь. Ой-ой, стой. Шпонь! Я закрыл? Я вроде бы... Ой, мне что-то плохо становится. Мне становится плохо, потому что темно. Снаружи нас поджидает монстр. Тень, о которой шла речь в прошлой серии, если ты не смотрел. Рекомендательно, рекомендую посмотреть. Так, настоящим я обязуюсь верой и правдой служить Александру Барону Бренинбургу. Этот контракт будет действовать три года. Этот контракт Вельгельта. Ага, какой-то тип. Так. Действует три года, по истечению которых я вновь опряту свободу. Кроме того, Александр Барон Бренинбург обязается рекомендовать. Мои слуги при дворе короля Присии и в святая святых орден Чёрного Орла. Да не сломай это никто эту печать. Вельгельм, дом Гериха. Ха-ра-шо. О-о-о! О-о-о! О, ты шо? Это здоровье в чеша. Он наполнил её полностью. Так, колба для различных смесей. Ммм, эм, что? Лёгкая головная боль. Нет. Так, нельзя. У меня не должна болеть голова, всё должно быть замечательно. Он уйдёт, всё, если сказать. Мешаешь и всё мне. Вот мешаешь я моё и всё. Так, я предлагаю тебе зажать свечу. И не, и, и, не портить лампу. Мммм, чё здесь ещё должно... Чё-то здесь есть ещё, нет? Ой, блин, хорошая была бы нычка, если наш герой умел... Эээ... Придвигаться боком. Тогда... Игру было проще пройти, потому что вдруг мы там спрятаемся, а забежит такой монстр. А нас там... Она там и нет. А мы за углом прячемся, а он такой... Куда он делся? Куда он делся, Дэвид Копперфильд? Я тебе предлагаю... Понял. Так. Так, это не масло. К сожалению. Это не масло. Почему это не масло? Ну почему, а? Так. Так, хорошо. Я услышал кого-то. Это мне не нравится. Это мне не очень нравится. Я вообще... Я вообще не помню, зачем мы здесь. 12 мая. 1839 год. Руки дрожат. Но я должен написать о случившемся. Иначе боюсь, что забуду что-нибудь из-за нервного потрясения. Сегодня я с несколькими рабочими отправился в гробницу. Факелы горели тускло в затклом воздухе подземелья. Арабы оказались суеверны. Они были напуганы и громко спорили. Меня начал доставать их голдеж, и собравшись силами, я прикрикнул на них, чтобы шли вперед. Мы спускались по скатам и разбитым ступеням гробницы. Меня удивило, что проход был высечен очень грубо. Мы думали, что гробницу построили в четвертом веке, но камни казались куда древнее. Извилистый коридор привел нас в огромный зал. По стенам стояли статуи, подобных которым я в жизни не видел. Они были выполнены с величайшим мастерством и казались странно знакомыми. Меня до сих пор преследует это чувство. В конце зала была огромная каменная плита, которая закрывала путь дальше. Я приказал поднять ее, и стоило мне пройти в узкий проход, как плита рухнула. Я был в ловушке. Так. Так. Хорошо, это продолжение... Это продолжение, это сиквел... Ого, хе-хе, спасибо. Это сиквел рассказа с предыдущей серии. Он рассказывал про экспедицию где-то... Ого. Он рассказывал про экспедицию где-то в каких-то, я не знаю, в Африке, наверное, где-то в пустынных каких-то местностях. Мне почему-то это напоминает фильм «Мумия». Ведь там был такой фрагмент, когда они заходили в гробницу, то арабы тоже говорили, что туда заходить нельзя. А они зашли. Кто-то ест чипсы. Он все время жрет сухари. Так. Кто ж там ходит-то, е-хе. Штейнс. Огнево. Я не знаю, можно так растрачивать нерассудительно огнево. О! Ого! Ну это прям круто, такой здоровый зал. Мне спокойно. Я люблю такие большие пространства в них. Ведь в них хорошо ориентироваться. Но я кого-то слышал прямо вот здесь. Кто-то там есть. Кто там ходит, но я не пойду. Я не хочу, но не хочу туда идти и все. Ну там страшно, там же ж темно. Ой-ой. Ой! 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 Так, там тоже страшно. Но игра заставляет меня идти туда. Где? Что? Кто здесь? С какой он... С какой он стороны там? Вурчал. Кричал. Здесь где-то, да? О! Ой-ой. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Так, масло. Блин, главное, чтобы ничего не пропустить. А то боюсь же, что... Боюсь и все. Страшно-то как. Так, хорошо, ладно. Опусти ее чуть-чуть. Вот так тихо, тихонечко. Я не знаю, реагирует ли этот монстр... ...на звук. Или ему насрать. А! Ты что? Хочешь шипеть? Чего же все время это шипеть-то, а? Это таракан. Ну, дядь отсюда, как дам. Дядь отсюда, дядь отсюда. Не мешай мне. Не мешай работать человеку. Какие-то карты... Блин, карты какие-то. Зачем они нужны? Тихо же. Тихо, не мешай мне. Так, что это? Карты, да. Видишь? А! Ой, бля! Что происходит? Непонятно. Ой! Ой! Ой-ой-ой! Ой! Что случилось? Так, я вижу какую-то инопланетную сперму на камне. Синий. 17 мая. 1839 год. Мне показалось, что я колотил по камню целую вечность. Пока не отчаялся. Я был заперт. Задыхаясь, я рухнул на пол. И попытался собраться. Вдруг я заметил слабый синий свет. Я с трудом передвигал ногами. Но заставил себя идти к этому завораживающему свету. Он не спешил гаснуть. В темноте. Я чувствовал его притяжение. Я потянулся к свету. Но он выскользнул из пальцев и ярко вспыхнул, унося меня прочь. На меня навалились странные видения. Я видела спиральные башни. Бесконечные пустыни. И невозможную архитектуру. Следующее, что я помню. Это скрежет камня. И голоса арабов, которые вытаскивали меня из усыпальницы. В руках я сжимал в осколки странной реликвии. Так. Кто-то включил музяку. Стой. Я так понимаю, это продолжение той же истории. Он оказался в ловушке. Правильно? Его прибило камнем. Не прибило камнем. Буквально. Но ему загородило путь. Обратно. Кто? Так. Стена хрупкая, но рукой не пробьешь. Ладно. Как скажешь. Не хочу тогда бить. Хочу бить и все. Я еще... Руки нужно поберечь свои. Правильно? Так, она. Закрывать или нет? А ну, закрой. Закрой. Она до конца закрылась или нет? Непонятно. Ой! Большая часть замка слишком древняя. Не обслуживалась веками. Когда придет тень, все может обрушиться. Мы ведь пытаемся выиграть время. Сделаем все, что сможем. С темницами мы ничего сделать не сможем. Но нужно укрепить слабые балки. Земля задрожит. И все может рухнуть на нас. Особенно в нижних помещениях. Здесь, здесь и здесь. Пусть слуги принимаются за работу. Так. Хорошо, какие-то воспоминания. Я так понимаю, это воспоминания Даниэля, да? А то он разговаривает с каким-то типом. Что это? Вот это ништяк! Вот это да. Ой! Откуда музыка? Откуда музяка? Пианино, которое в коридоре стоит. Почему-то нас подготавливает к чему-то страшному. Я так понимаю, да? О! Ты смотри. Умеют же прятать. Ты видел? А ну где-то еще есть? Я вообще по природе своей человек почти внимательный. Я стараюсь разглядывать все, что попадает в мое поле зрения и стараюсь не пропускать какие-то очень важные детали. Иногда это не получается. До конца. Ну? Я стараюсь. Ё-моё! Ой! Не шипи, алло! Не шипи же, ё-моё! Так. А я так понимаю, что нужно пробраться туда. Почему я не прошел в ту дверь изначально? Там же... Так. Ой. Так, что-то страшно становится главный герой. Тут светло, что-то боишься, дурень, а? Королевство Пруссия. Центральная Пруссия. Угу. Где оно находится? Это что? Баруссия. Что? Где? Непонятно. Какой-то придуманный мир. Или... Что это такое? Сауф. Пруссия. Марк-марк. Непонятно. Понятно, что это за королевство такое. Неизвестно. Но это нужно сломать. Каким-то образом. Давайте тогда что-то искать такое тяжелое, увесистое, чтобы пробить стену. Обратно уже не получится пройти. Что ты написал? Что ты написал? Что ты написал? А ну... Так. Нужно найти другой способ, как выбраться отсюда. Путь переезжает какая-то органическая ткань. Может, не удастся ее растворить. Найдите ключ от видного погреба. Химикаты принесены из лаборатории. Видный погреб. Лаборатория мне удалось все знать, что из смеси четырех химикатов получается мощная кислота. Угу. Так. Как-то нужно найти другой способ. Как выбраться отсюда? Ну, это логично, что нужно взять вот какой-то стул. Да? Какой-то такой увесистый предмет. Но этот стул такой нормальный. Не языки такой дешманский. А вот... Ух, блядь. Ух, блядь. Ой. Ой-ой-ой. Ты что боишься? Дорень, что ли? А! Действуй быстро. Когда задействуешь первую, услышишь этот звук. Если он прекратится, придется начать сначала. А это не слишком? Нельзя пренебрегать осторожностью. Так, я что-то слышу. В комнате, посвященной истории края, спрятан какой-то механизм управления потайной дверью. Угу. Так. Масло. Хорошо. Есть какой-то механизм... Еще раз. В комнате, посвященной истории края, спрятан какой-то механизм управления потайной дверью. Это та комната, нет? Это та комната. Таблички я не видел. Как минимум. Это ведь не официально входная дверь, правильно? Просто дырка в стене. Так, она стоит. Шпонь. Бля, нахераш. Чё ж не видно-то? Вообще и масла скоро не будет. А ну, заправь. Еще. Все, теперь будет. Маслу быть! Маслу быть. А ну... Давай сюда, записка там уже. Альштавт и замок Бренинбург. Местный фольклор, 1801 год. Еще один град с богатым фольклором. Альштавт. Затерян в глубине лесов Восточной Пруссии. В течение многих веков здесь ходили истории об этой деревушке и ее соседи, замок Бернбург. Тихая, поросшая лесом и украшенная озерами гора, горы выглядят красиво, как на картинке, однако здесь обитают темные силы. Спросите любого местного жителя. И он заверит вас, что народные усеверия здесь связаны с событиями, умевшими место в действительности. Каждый путешественник должен принять участие в подобных беседах, ведь они невероятно увлекательны. У каждого местного жителя своя версия событий, однако некоторые темы кучуют из одной истории в другую. Собиратели. Эта история ходит к корням в эпоху 13-летней войны. Говорят, что солдаты, забившие долгим, заблудились в холодном и темном лесу и были обречены вечно бродить по нему. Их грешные души изуродовали тела солдат и лишили их сущности. По словам тех, кто их видел, эти солдаты – жуткие призраки. Они бесшумно ходят по лесу, стараясь держаться подальше от чужих глаз. Их называют собирателями, поскольку они, похоже, стремятся похищать живые существа. Присутствие этих признаков можно вооружить пластоном жертв, которых они носят в мокрых холщовых мешках. Какие страшные цели преследуют эти собиратели? Отмененный визит. В начале 16 века Альшафт посетил известный эрудит Генрих Корнелли Агриппа. Две недели он прожил на местном постоялом дворе, занимаясь поисками сведений о древних королевствах. На него обратили внимание все местные влиятельные лица, и его имя упоминается во многих крониках того времени. Однажды он отправился изучать некую пещеру недалеко от полян на северо-западе, и в деревне больше не появлялся. Известно, что Генрих скончался 10 лет спустя в Гренбле. Он отрицал тот факт, что когда-либо бывал в Альшдаде, поневоле задумывавшись, что же произошло в самом деле. Кто тот тейтный человек, посетивший сонную деревушку в лесу? И что с ним стало? Так, бессмертный барон. Ну, дочитаем, что же сделаешь. Барон Беренбург жил в уединении в своем замке по соседству с Альшдатом, и, как и многие другие, аристократы вместе с титлами наследовал фамильные легенды. А его замки известны лишь то, что он сгорел в конце 16 века и был восстановлен неким Александром, дворянином из Рейхской области, который называл себя защитником прусского государства. Александр обеспечил процветание этого края и пользовался любовью народа в течение всей своей жизни. Его родня всегда скрывала подробности своей семейной истории, поэтому даты рождения смерти Александра и его потомков никогда были записаны. Это стало почвой для слухов о том, что барон на самом деле тот же самый человек, который пришел с запада более 300 лет назад, пережил оккупацию и вместе с другими великими людьми этой страны вступил в орден Черного Орла. Вот такая вот история. Не знаю я ли рассказы о тени, это о призраках-собирателях. Нам ведь все время вдалвливают башку, что здесь какая-то тень. Как придет тень, так все начнет идти по пизде. Дверь не откроется, она заперта. И что? Прикол. Так, я так пони... Подожди, ладно. Давай зажжем вот это вот дело. Здесь, тут есть. О, где его? 11 штук. Ну, раз у нас его достаточно, можно и воспользоваться. Я так понимаю, что здесь такого количества освещения нам хватит для того, чтобы разобраться потайной ход. Вот он. Вот он. Так. Из-за полки дует ветерок. Просачивается тусклый свет. Наверное, здесь можно пройти. Да. Вот. Ну, естественно. Там очень светло, я хочу туда. Я хочу туда отпустить его, пожалуйста, там же светло. И дует ветерок. Здесь жарко и душно вообще, и мне здесь не нравится. Идет сюда, не нравится. Мне эти книги сколько можно делать. Я не люблю читать. Я не люблю! Я люблю все. Нам нужно найти какую-то книгу. Это какой-то механизм. Откроющий дверь. Вот он. Оп. Так. Нашел же? Нашел же книгу, вроде бы, нет? Дверь не откроется. Она заперта. И что? И что дальше? Так. Что? Что? Раз. Книга есть. Хорошо. Если услышишь этот звук, что-то там они говорили, что придется начать сначала. Почему? Там кто-то опять жрет чипс. Вот, смотри. Шпонь. И два. А! Нужно все книги, что ли, открыть, да? И вот еще. Все. Замечательно. Ха. Ра. Шо. Откройся. Откройся. Почему? Почему нету ни огневого, ни хрена здесь нет? О! Ключ! С ума сойти. Для чего он нужен был? Для лаборатории, да? Или для чего-то еще? А! И, блядь. Ой. Закрой, блядь. Блядь. И, блядь. Тихо. И, блядь. Так, не знаю, что делать. Я так понимаю, что кто-то сюда пробрался. Какой-то монстр. Как нам убежать? Что нам делать? Так. О! Кто-то открыл дверь! С ума сойти! Так, подожди. А здесь двери нет, закрыть ее нельзя. Ай-яй-яй! И выходи, блядь! Выходи, все! Не мешай! Оп! Так. О закрынем винном погребе. Вот. Вельгельм и его идиоты ставят под удар мои эксперименты, небрежно обращаясь с человеческими оболочками. Шериф внимательно следит за тем, что происходит в лесу и убивает моих верных слуг. Рано или поздно след приведет их в Бренинбург. Нужно посадить под замок Вельгельма и его людей. Только так я смогу помешать следствию. Поэтому пока все не уляжется, винный погреб будет под замком. Либо люди короля уйдут, либо они погибнут с голоду. Да пусть хоть сгниют. Мне насрать! Возможно, стоит напоить их вином, это в каком-то смысле решит обе мои проблемы. Угу. Так. Вельгельм и его идиоты. Нужно посадить их под замок Вельгельма. Под замок Вельгельма и его людей. Так. Я так понимаю, что Вельгельм это кто? Это ж внимательно следит, чтобы происходить в лесу и убивать моих верных слуг. Угу. Блин. Нужно посадить. Значит Вельгельм это кто? Это шериф? Я так понимаю. Он всех людей собрал в одну... Вот эту вот свору все собрал и где-то там закрыл. Зачем-то? Чему-то? Для чего-то? Непонятно. Итак. Ой-ой-ой. А! А чё ж так темно? Темно-то так! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Стой. Ничего нет. Почему? Ой-ой-ой. Так. Кабинет. Старые фолианты. Что такое фолиант? Только богу известно. Не поддается. О! Ой. Блядь. Что такое? Что происходит? Я одной рукой могу поднять такой тяжелый ящик. Вот какой-то увесистый такой деревянный здоровый ящик. С дуба наверное. Килограмм он точно весит где-то может даже 10 или 15. У нас оказывается Даниэль не промах. Такой здоровенный коренастый мужелан. Такой здоровый мужик. Кренастый блядь. Витязь просто. Итак. Итак. Ой. Вроде никого нет. Я про... Я возвращаюсь. Что такое? Что такое? Почему ты меня пугаешь? Игра. Ты что делаешь? То есть что делаешь? Так с людьми нельзя. Так хорошо. Замечательно что я не пошел в эту сторону с самого начала. Я как умный и рассудительный человек пошел в конец. Это нужно... Это то куда мне нужно было изначально идти. Умно. Умно с моей стороны. Так. Кто-то открыл дверь. Значит он где-то близко. Что? Что? Так. Непонятно. Не хочу туда идти. Пойдем мы туда с тобой в следующей серии. Вроде бы. Интересно. Прикольно. Мне нравится. Скримеров так каковых нет. Но... Да. Этмосфера есть. Даже несмотря на то что... Графоний. Не очень графонистый. Несмотря на то что эта игра вышла после кризиса первого. Кризис первый. Прям. Вот так нажму. Кризис первый для меня был как будто какой-то next-gen. Если бы я после кризиса сыграл вот эту игру. То мне бы показалось что это такое. Что это такое. В кризису в пометке не годится. Просто так в ошметке и в обметке. Никуда он не годится. Но даже несмотря на то что графоний уступает кризису. Игра держит в таком напряжении. Страшно. Атмосферно. Прикольно. Мне нравится. Как в духе старых годных хорроров. Проходим дальше. Будем проходить дальше. Третью серию. Не за горами. А пока что на этом закончим. Поэтому подписывайся на канал. Просто рекомендательно рекомендую. Настоятельно настаю тебе подписаться на канал. Вот там где-то в правом углу есть плюсик. Наведи на него там кнопка подписаться. Либо вернись на главную страничку. Нажми подписаться. Чтобы поддержать этот канал. Чтобы увеличивать количество видео в будущем. Их качество. И вообще мое развитие как такового личности. На просторах интернета. А на этом все. Поэтому подписывайся на канал. Как уже сказал. Ставь комментарии. Подписывай комментарии. Ставь лайки. Тоже. Ставь лайки. И не забывай нажимать на колокольчик. Чтобы не пропускать шедевральные видео. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok